В этом году на конкурс президентских грантов подали рекордное количество заявок, более 12 тысяч. В числе тех, кто прошел жесткий отбор, общественная организация из Сарова, известная многим любителям животных, зато верный друг. Она объединяет волонтеров, которые уже много лет помогают приемнику, где содержат безнадзорных собак и кошек. Конкурс подобного уровня первый для добровольцев. Этот грант, он целевой, он пойдет на закупку оборудования для выхаживания животных. Будет закуплено три больших модуля с клетками разного размера. Маленькие клетки, побольше, совсем большие клетки. Там будет установлена камера оксигенации для выхаживания больных животных и обогреватели, которые будут равномерно прогревать всю клетку. В подобном оборудовании приемник нуждался давно. Поступает очень много котят, зачастую совсем маленьких, которые без нужных условий просто не выживут. Мы теряли много котят из-за того, что невозможно было осуществить полноценный уход за ними. Вот эти вот все клеточки, вот эти вот обшарпанные, это все не то. Тем более, что в этих деревянных полах там может и инфекция оставаться, они могут заражаться от тех животных, которые раньше в этой клетке сидели. Волонтеры надеются, что модулей хватит. В течение нескольких месяцев оборудование закупят. Ситуация вокруг приемника неоднозначна. Его передают к Стовскому госветуправлению. Волонтеры ведут переговоры с новым собственником об аренде помещения приемника и размещении модулей там. Кроме того, часть средств гранта пойдет на новый фотопроект «Зато верный друг – перезагрузка». Два года назад волонтеры уже притворили в жизнь эту идею и выпустили календари с фотографиями известных людей города в обнимку с пушистыми обитателями приемника. Тогда дом нашли несколько десятков собак и кошек. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.